Итак, леди и джентльмены, прошу ваше внимание на ринг. Самый долгожданный бой вечера, титульный бой, который пройдет здесь, в главклубе, на ваших глазах. Мы встречаем бойцов титульного боя турнира ФКРПРО-2. И прямо сейчас, с огромным удовольствием, приглашаем бойцов в ринг. В синий угол ринга приглашается боец Сердар. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok В синий угол ринга мы ждем бойца по имени Гаджимурад Амиржанов. В синий угол ринга Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Итак, друзья, прямо сейчас в этом поединке мы узнаем, кто же из бойцов окажется сильнее. Представляем вам бойцов в синем углу ринга, боец которому 27 лет, вес его составляет 85 килограмм, рост 186 сантиметров. Дамы и господа, он представляет клуб Бурхенслиг Спорт Клаб из Турции, Истамбул! Сидар Кир Игин! В красном углу ринга, боец которому 27 лет, вес его составляет 85 килограмм, рост 185 сантиметров. Представляющий клуб Дагестан Файтер из Махачкалы встречает, друзья, Каджи Мурат Амир Шанов, Россия. Рефери поединка негатив Виктор. Ну что ж, друзья, пришло время главного боя сегодняшнего вечера. Бойцы готовы. Месовая категория до 85 килограммов, возраст приблизительно равен. У спортсменов в левосторонней стойке работает, точнее в стойке левши работает Гаджи Мурат. Сразу же такой обмен жесткими лоу-киками. И нокдаун сразу же открывает счет. Открывает счет. Вот вам у Сердор Иги самый первый удар и сразу же уже нокдаун потрясен Гаджи Мурат Амиржанов. Но поднимается, отдышался, он пришел в себя. Да, но сейчас снова, снова выбрасывает хай-кик в надежде на то, чтобы завершить этот бой. Напоминаю вам, друзья, то, что сегодня Сергей Пономарев, который получил премию лучшего профессионального кикбоксера в России в 2022 году, он боксировал с обоими спортсменами в течение последних 5 месяцев. Он победил Егита при решении в суде и ненагласным, а Гаджи Мурата Амиржанова он победил техническим нокаутом в четвертом раунде или в пятом. Ну что ж, выбрасывает, выбрасывает все время правую дальнюю ногу, все время угрожает ей по корпусу, по голове. Все правильно делает при работе с левшой. Гаджи Мурата Амиржанов сейчас ищет, нащупывает правой передней рукой дистанцию, возможно, хочет контратаковать с рук. Но Гаджи Мурату нужно в первую очередь восстановиться и, наверное, если потрясение и было, скорее всего, психологически. Тоже заднюю давать нельзя, потому что иначе соперник поймет, да, иначе забирать инициативу. С разворота четко попадет. Да, было попадание. Вы же жестокий хайки, жесточайший. Выбрасывая среда лиги. Да, такое ощущение, что это основное оружие в арсенале у турецкого бойца. Правая нога. Да, возможно, на самом деле, отслеживал какие-то поединки Гаджи Мурата и, может быть, сделал вывод то, что с помощью этого хайкика он найдет ключ к победе. Потому что в поединке с Сергеем Пономаревым он не выбрасывал столько раз свой правой хайкик. Он работал больше руками. Кстати, посмотрите, тоже этот поединок. Очень хороший, интересный поединок. Реально, там есть на что посмотреть. Сирдар очень много наносит ударов правой ногой, но при этом это не только хайкики. Это и мидлкики, и лоукики. Но основное оружие, повторюсь, это правая нога. Но и Гаджи Мурат уже хорошо со своей левой заряжает. Вот сейчас хайкик, а после этого еще один удар левой ногой. Прямо сдваивает даже удар одной ногой. Парни очень хорошо умеют работать. Тем более, сегодня самая тяжелая пара за сегодняшний вечер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Первая игра, поэтому следите за Fight Nights, не только в единоборствах, но и в футболе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного зарубается Гаджи Мураду. Гаджи Мураду надо наверстывать упущенное, как говорится. Да, да. И вновь жесточайший хайки в исполнении Сердара. Аж на весь зал слышны эти шлепки. Хорошо, подловил, уже не первый раз пытался Гаджи Мураду это сделать, вот сейчас удалось. Да. В тот момент, когда Сердар выбрасывал хайки под опорную ногу, обрати внимание, Кирилл, какое покраснение на ноге у Сердара как раз после попадания Гаджи Мураду. Внутренние логики очень болезненные, там не так много мышц и любое попадание, но разрушительный эффект. Да, что и делает Гаджи Мураду. После практически каждой своей атаки он обстреливает переднюю ногу турецкого бойца. Но Сердар, Сердару не собирается отдавать инициативу, идет вперед и наносит хороший удар с рук, кстати говоря. Бой мы действительно наблюдаем крайне интересный, который заслуживает по праву быть главным боем сегодняшнего вечера. Настоящее украшение сегодняшнего вечера боев. Хороший левый сбоку от Сердара, Гаджи Мурад старается не отдавать инициативу. Подходит ближе и хороший левый снизу сейчас залетает прямо в середину между рук. Ну и надо обратить внимание на то, что не так комбинационно работают оба боксера, больше заряжаются на одиночные действия. Ну собственно мы и видели в начале этого поединка в первом же раунде, такое одиночное действие принесло результат. Да, конечно, это действительно так, но нужно все равно действовать похитрее, чтобы вывести на тот самый сильный удар. Два-три легких и третий-четвертый уже жесткий. Пытался таким финтом отвести Гаджи Мурад, пробить хайки, но не прошло. Очень сильные ноги, да, у Сердара? У Сердара и Гаджи Мурад тоже очень сильно бьет. Но пока что конец второго раунда. Успешивают, да, конец второго раунда. Да, этот раунд довольно равный отдать кому-то. Хотя начало было за Гаджи Мурадом. Однозначно, хорошо потрясся, но Турас устоял на ногах. Да. Сердар не садится в своем углу. А вот как раз этот эпизод, как же устоял Сердар, четко пришелся удар. Вот он. Так, Гаджи Мурад. Затанцевали ноги, но он выстоял, да. Ну что, второй раунд, возможно, Гаджи Мурад забрал. Впереди третий решающий. Ну и, конечно, нужно же добавлять для того, чтобы более явно оформить победу в этом поединке. Да. Да, все верно. Все верно. Я думаю, что к этому раз сейчас пойдет вперед. Как говорится, у нас все бабки, чтобы забрать победу. Впереди третий решающий раунд. Ну и нельзя терять концентрацию. Турок по-прежнему опасен. Выбрасывает очень острые удары. Быстрые хлесткие хайкики правой ногой. Хорошие удары коленями по ребрам, но судья разводит. Действительно, Гаджи Мурад сейчас потихоньку забирает инициативу. Он идет вперед. Он знает, что ему нужно забирать этот гранат обязательно. Возможно, даже и складывать визави. А Сердар занимает такую выжидательную позицию. Он сейчас ждет, возможно, хоть подловить на встречной контратаке. Хороший удар сейчас в голову Сердара. Гаджи Мурад поддавливает, поддавливает. Сейчас, возможно, будет удар с левой ноги. Что-то ему подсказывает. На мой взгляд, не хватает комбинационности. Не хватает ударов. Не хватает. То есть перед своим ударом левой ногой. Немного раздергать на руках. И потом уже нанести удар в корпус или в голову. Но со стороны-то она всегда проще видеться. А что там уже в ринге, в этом квадратике, там уже все совсем по-другому смотрится. Кстати, мы сегодня вспоминали уже Владимира Гендлина. Ему принадлежит цитата, что нет более одинокого человека, чем боксера в ринге. Никто ему не поможет. Никто, кроме него самого. Да. Все верно. Все верно. Замечательный, классный Владимир Гендлин. Также мне нравится его фраза. То, что, как говорят французы, стиль боя – это и есть сам человек. Это и есть его характер. Вот действительно, если понаблюдать за бойцами. Не только за теми, которых мы видим сейчас в ринге, но и за всеми остальными. Можно сделать такой вывод. Но она с тем временем… Ровно одна минута остается до конца. Да, остается одна минута, даже уже меньше. Но такое ощущение, что Сердар прибавляет. Да, будто бы оставлял силу на концовку, чтобы забрать ее. Но что вы хотите? Сегодня это его 23-й профессиональный бой. И рекорд у него – 21 победа, 1 поражение. Это действительно очень серьезно. Он сейчас поддавливает. Не собирается он отдавать шансы судьям и своему партнерам. Он прекрасно понимает, что дерется не в своей стране. Да, конечно. Что все против него. Конечно, конечно, конечно. Но и Каджи Мурас сейчас готовится на финальный штурм. Удар – клинч. 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 Ну, я думаю, зрители только в выигрыше. Дополнительные три минуты этого праздника кикбоксинга. Исполнение очень интересных бойцов. Да, и парни сейчас действительно будут зарубаться, потому что это точно уже крайний раунд. Других шансов не будет. Сердар идет вперед, но очень хорошо тут же Мурат с ней огрызается, бьет навстречу. Быть кто-то чего-то ожидает, Сердар ищет моменты. Итак, сейчас поприветствовал нашего прекрасного ведущего, который ведет сегодняшний вечер боев, таких бескомпромиссных, которые мы наблюдаем сегодня в ринге. Ну, а у нас яростно отстреливается, как же Мурат яростно отстреливается. Вот я кайфую от того, что я сейчас наблюдаю, честно. Я в первом бою тебе задал такой вопрос, а сейчас я сам говорю так, что я испытываю настоящее наслаждение от таких боев. Потому что парни отдаются сейчас по полной, очень хотят они победить. Это такая страсть, такой накал очень хороший. И пока все идет кость в кость, действительно. И удары их костей они слышны. На всю Москву, наверное, даже. Но все-таки Гаджи Мурат действует больше на отходах. Сердар больше идет вперед, он больше работает первым номером. Давит, давит. Давит, да. Сердар давит. И обратите внимание, какие жесткие удары Мурата просто сносит после этих холлокиков и мидлокиков. Очень тяжелые ноги у обоих парней. Ой-ой-ой, левый сбок. Попадает левый боковой. Что-то в середину, кстати, да. Я думаю, что вот сейчас, возможно, это ключевой момент всего поединка, когда решается исход чемпионского класса. Как было, да, уже с левым сбоку? Потому что по числу точных попаданий в экстра раунды впереди Сердар. У парней уже очень мало сил, и сейчас действительно все на морально волевых, как ты сказал, в одном из поединков будет решать всю психологию. И сейчас осталось 50 секунд до конца, и все будет решать их желание, их настрой. Такое ощущение, что Сердар дышит получше. Да, однозначно. Однозначно. Он более собранный. Более собранный, но и обратите внимание, он больше сил сохраняет. Да. Бэкфист. Потому что две минуты третьего раунда он так особо ничего не делает. Вот сейчас был на встрече, да, Мурат попадает. Попадает слева. Слева в середину. Хай-кик. Контратака. Несколько жестких попаданий. Прям аж слышны какие-то такие глухие удары. Перчатка об голову. Очень жесткий бой у него, да. Финальный штурм от Гаджи Мурада. Да. Басилий Сатана так. Нет и все. Все, все, все. Конец боя. Оба бойца поднимают вверх руки. Оба считают, что они победили. Ну что ж, у судей непростое решение. Ну то, что оба хотели победить, это однозначно. То, что оба сражались до последнего, я думаю, наши зрители видели все сами. И мы с тобой, Кирилл, тоже видели. Да. Ну а вот какое решение примут арбитры, мы сейчас увидим. Да, и вот мы видим, появляется на сцене, точнее на ринге, Камил Гаджиев, глава промоутерской компании AMC Byte Nights. Сегодня он еще и соорганизатор этого прекрасного турнира. А также, как Камил сам поправил, он еще и один из руководителей федерации kickboxing. Кстати говоря, да, очень верно замечено. И сейчас он этот огромный кубок вручит законному правообладателю. Ждем только решения судей. в этом сложном поединке, который действительно имеет право и честь называться Финальная волна. Аплодисменты. Аплодисменты обоим бойцам в этом сложном поединке, Который действительно имеет право и честь называться финальным главным боем вечера Каждый из вас в надежде на то, что победит ваш боец Но что же скажут судьи? Единогласным решением судей победа достается Бойцу из синего угла Турция Сердар Кир! Я тоже думаю, что может быть даже у него было в основное время более конкретное преимущество Но я думаю, что экстра раунд расставил все точки Хороший бой, Сердар большой молодец И возможно этот поединок для него стал ведущим приваншем с Сергеем Пономаревым Бойцу из Дагестана Качевал Амин Шарову Общая айфона Награду Награду в церкву Они были, говорит Ну что ж, друзья, пришло время прощаться Турнир VKR PRO подошел к концу Я напомню, что это был второй турнир Комментировали его для вас сегодня я и Горизанцев Кирилл Крюков, боец смешанных единоборств Кстати, у Кирилла уже совсем скоро будет бой Кирилл, тебе только победы Да, 20 января на турнире Fight Nights в Москве против Артура Пронина Приходите, либо включайте телевизор и болейте Ну что ж, друзья, вам всего доброго, с наступающим Новым Годом у вас всех Всего хорошего, да Да, и встретимся в эфире До встречи До свидания Я очень благодарен организаторам за этот бой Я очень рад, что я выиграл Пожалуйста Да, Сердар, не уходи На самом деле отличный бой посмотрели Такие бои действительно Главные бои должны быть именно такими Оба красавца, еще и с экстра раундом Вот перед началом боя Мы с Бату и с Николаем Подумали о том, что Кто бы не выиграл Этот победитель будет иметь право Вызвать Сергея Пономарева на реванш Потому что оба ему когда-то проигрывали И вот вопрос Сердару Интересно ему это или нет Серега здесь, в зале Сейчас у него есть уникальная возможность Вызов сделать И мы попробуем этот бой в следующем году провести Он говорит, что я его хорошо знаю и я бы хотел с ним провести реванш И он готов забрать этот бой Хорошо, Серега что скажет Заходи сюда Серега там уже вертушки крутит по дороге Я кстати их бой видел Был на Урале В тот день, когда они дрались в Перми Да, Серега, в Перми же был бой Сумасшедший бой был Один больше ногами, бил другой руками Ну что, я предлагаю сделать face to face Под хороший такой музон А, Серега, сначала твой ответ, если ты принял бой Конечно, конечно Ну, был у нас бой Два боя Один был бой на чемпионате мира По любителям Тоже одержал победу По профи тоже одержал победу Не знаю, интересен ли бой такой для... Да? Интересен? Интересно будет И мне тоже посмотреть, что там будет Хорошо Николай Штаханов, можно сюда пригласить поле? Николай Штаханов, генеральный секретарь федерации кикбоксинга России Сергей так скромно выдержал интригу Давайте поаплодируем бойцам, которые займут место в грядущем поединке Сергей Как я говорю, всё на уважение Он хороший соперник мне И я хочу выиграть его, уже в третий раз Сделаем ещё шаг к этому Итак, уважаемые дамы и господа Face to Face Пока что фейс-то-фейс на улыбке. Общее фото, друзья. И еще раз фейс-то-фейс для фото. Спасибо, друзья. Спасибо. Ну что же, мы благодарим...